Приветствую вас, коллеги! Мы начинаем обсуждение актуальных вопросов, часто возникающих у практикующих косметологов. И первой темой для обсуждения я хотела бы предложить липолитическую терапию так актуального весенне-летний период времени. Итак, чем отличаются прямые липолитики от так называемых непрямых липолитиков? И что же на самом деле происходит с адипоцитом? Необходимо отличать и различать липолиз и липоредукцию. Инъекционный липолиз, он же адипоцитолиз, он же адиполиз, липодеструкция, липоклазия, интралипотерапия, это все слова-синонимы. Это процедура для пациентов без ожирения, но с локальными жировыми отложениями. Инъекционный липолиз это химическое разрушение жировой ткани при помощи введения в нее биодетергентов, подобных солям желчных кислот. Например, дезоксихолат натрия часто в сочетании с фосфатидилхолином. Кстати, дезоксихолат натрия впервые был использован без фосфатидилхолинов только лишь в 2004 году. Именно тогда было доказано, что именно дезоксихолат натрия является литическим агентом в этой комбинации. При этом происходит разрушение клеточной мембраны адипоцита по механизму солюбилизации и его гибель. Механизм действия биодетергента на жировую ткань в программах редукции локальных жировых отложений в областях тела и лица это анкоз. По мере того, как клеточная стенка лизируется, происходит необратимая деструкция клетки. Существуют версии, что механизмом гибели адипоцитов при воздействии биодетергента, в частности, фосфатидилхолин плюс дезоксихолат натрия является апоптоз. Однако есть экспериментальные данные, подтверждающие не апоптолитический, а литический механизм гибели клеток в этом случае. Единственный воспроизводимый метод стимуляции обширной гибели клеток по механизму апоптоза это криолиполиз. Что касается непрямых липолитиков, это липоредукция. Самое главное, что при липоредукции адипоцит остается жизнеспособным. При липоредукции активизируется расщепление молекул триглицеридов в жировой вакуоле адипоцита до глицерина и жирных кислот. А мы помним, что адипоцит накапливает триглицериды. Липоредукция может происходить, например, при активации специфического рецептора на поверхности жировой клетки сигнальным пептидом, фактором роста или его синтетическим биомиметическим аналогом. При этом снижается отечность ткани, происходит некоторый лифтинг кожного лоскута над местом введения препарата. Если у вас остались вопросы по данной теме, пишите в комментариях и мы с удовольствием ответим на них в следующих роликах. На сегодня все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok